Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в прямолочку на сервисе реплей. Первый сервис, у них здесь Кирилл Путбуль. В принципе, не забывайте вводить мой ник при регистрации и также вводить мой промокод, он будет в описании. Итак, короче, сейчас будем ждать пацанов, пока что я в тюрьме, меня ФСБшники повязали. Не буду говорить, кто это был и уделять много внимания, короче, я слежу срок свой. Получается, мы появляемся в локальтрассе, но выходим работать мы именно вот сюда, в принципе, получается, на военную базу. Мы выходим работать и здесь мы типа огражены от всех, вообще просто от всех. Так, о, стоп, какой-то вояка зашел. А, блин, они же могут сюда заходить, да-да-да, здесь КПП, короче, там я не могу пройти, там могут проходить только военные. Работаем мы на военной базе, вот, мы окружены полностью. Я не знаю, это было раньше или нет, но, как по мне, мне кажется, это типа мини-обнову сделали. Меня посадили, я только собрался видос записывать, меня посадили. Там кое-что еще добавили, в принципе, но только я выберусь, мы поедем туда, я вам все, в принципе, покажу. Вот КПП здесь есть, здесь вы сможете пройти, в принципе, спокойно, если вы военный. Здесь мы можем как бы работать, в принципе. Так, короче, здесь мы можем еще вот поработать, в принципе, но это, я думаю, все понятно. Кстати, вот мне вот это нравится, это больше, ну, лучше, чем на Алькатрасе, таким образом мы через чекпоинт появляемся аж здесь. По логике нас должны типа ввести сюда, мы чтобы здесь работать. Так, продолжаем, короче, это вышло обновление 22 октября сегодня, и вышло обновление. Просто я этот пост не видел, и поэтому я думал, что это добавили чисто так, знаете, не показав всем, не написав об этом нигде. Но оказывается, вышло это новое обновление. Так, что добавили, в принципе, добавили тюрьму, которую я вам показывал, то есть ее изменили. Как бы вы появлялись все равно в Алькатрасе, в интерьере, но потом идете работать, то есть выходите и работаете на ВЧ, то есть вы там проводите свою работу. Также, что сделали еще? Теперь больница всего лишь одна на Сирии, она называется Татаральная больница. В Южном находится, короче, теперь только одна больница на Сирии. Потом добавили систему, куда можно тратить вот эти очки из квестов. Команда вот такая вот, печистюля, как бы, да, 50 очков это стоит, и данный навык позволит вам немного реже заботиться о своих нуждах. Все нужды персонажа тратятся в 3 раза медленнее. Это стоит 50 очков. Потом, ну, в принципе, вот этот весь список, то можете купить. Так, остальной иммунитет. Игрок, имеющий вероятность, может чем-то заразиться. Более 60 очков стоит. Так, а ну это регенератор. 130 очков это стоит. Регенератор здоровья игрока происходит автоматически плюс 1 хп в минуту работы, только если у вас нет проблем и нет болезней. Бля, вот это охуенная тема. Ну, 130 очков она стоит. Силач, увеличение инвентаря, как без рюкзака и вип, так и с ними. Количество переносимых вещей увеличится в 2 раза. Вот это очень крутая тема. Эти очки теперь будем зарабатывать. В принципе, больше интерес появился из-за того, что мы теперь можем тратить эти очки. У меня всего лишь здесь очков, поэтому нужно будет проходить квесты. Возможно, будем проходить их на стримах. Так, что еще добавили? Это систему рефералов. Я вам ее показывал в предыдущем видео. Ссылка на то видео я оставлю в описании. Там вы можете подробно посмотреть про систему рефералов. Что здесь есть? Вот что такое промокод. Можете сами прочитать и в принципе, потому что я это показывал в предыдущем видео. Ссылка будет в описании. Указать друга при регистрации можете задать промокод случайный. То есть вам будет рандомный промокод, там допустим К1М2. Вот такой промокод вам выходит. Выбрать промокод. То есть можно купить промокод самому, залям. Я купил промокод. Залям промокод будет в описании. После что, в принципе, и можно удалить промокод. Как бы, вот такая вот тема. И можно посмотреть, по-моему, рефералов, да, своих. Вот, спасибо всем, кто зарегался. В принципе, вы этот промокод можете активировать на любом сервере Amazon Crowley Play. Поэтому пользуйтесь. Как только вы достигнете пятого уровня, вам дадут 50 тысяч, и мне, в принципе... Как только вы достигнете десятого уровня, вам дадут 100 тысяч, и мне тоже. Спасибо всем, восьмим человеком, кто уже зарегался. Большое вам спасибо. Повторюсь, промокод будет в описании. Также убрали все дома и бизнесы из Режевского. Кобал дом или бизнес в Режевске, и всем компенсировали деньги. То есть, потерян 30% вам вернули. Как бы, всем вернули, короче. Также, пацаны, добавили новые особняки. Добавили их возле ВЧ-1, в принципе. Ну, в принципе, ВЧ у нас и так единственное. Добавили вот такие вот особняки. Есть два варианта. Либо это будут новые особняки, в принципе. Либо те особняки, которые у Анашана, их перенесут сюда. Потому что, видите, здесь тоже довольно-таки много особняков. Два ряда они идут. Давайте посмотрим. Ну, блин, они не такие, как бы, интересные. Потому что они как-то очень странно расположены. И очень близко друг к другу. Скорее всего, да, все особняки перенесут сюда. Хотя здесь парковка особо небольшая. Куда здесь нужно будет машины ставить? Я не знаю. Но этого, кстати, нету в списке обновлений. Как бы, об этом ничего не написано. Здесь 24 на 7, скорее всего, поставят. Ну, и вот такие вот особнячки, в принципе. Довольно-таки классные. Ну, скорее всего, наверное, новые просто добавят. Либо Анашана перенесут сюда. Ну, по-моему, здесь меньше. На Анаша не 12 особняков. А здесь, по-моему, их, по-моему, штук 8 где-то. Скорее всего, это просто будут новые особняки и всё. Но это тоже круто, то, что они убрали отсюда дома. Потому что домов и так, по сути, много на сервере. И добавили сюда особняки. Поэтому ждём, пока их, в принципе, сделают. Чтобы их можно было покупать. Я то не буду здесь покупать. Потому что, ну, смысла нету. Как бы, тот продавать. Это будет жёсткий минус, во-первых. Во-вторых, ну, смысла нету. Возле Анашана и так заебись, в принципе. Особняк наш семейный, как бы. Не будем мы переезжать сюда, если сюда особняки добавят даже. Также добавили новый квест. 10 дружей рыжика. В принципе, да. Нужно будет типа 10 друзей там. Давайте посмотрим, выполняется у меня это, в принципе. Хотя первый прошёл, но тогда был бах, короче. И мне засчитало первый. Поэтому, да. 10 друзей рыжика. Вот, в принципе, пригласить друзей. 10 человек. Посмотреть паспорт одного из друзей. Передать другу деньги. 30 тысяч. Дать другу ключи от своего авто. Продать другу кредиты. 5 штук. Ну, в принципе, я думаю, это очень легко. Даже реально, это очень легко. В принципе, да. Поэтому, если у вас есть друзья, то, я думаю, это будет легко. Данный квест вы получите 55 очков. О, пацаны. Вот это даже очень интересно, я вам скажу. Ну, блин, надо будет, не знаю, либо на стримах мы будем это выполнять, либо я это сам буду выполнять вне серии, либо буду снимать. Но снимать, пацаны, это займёт буквально пару дней. Поэтому, я не знаю, есть смысл их снимать или нет. Ну, это у меня всё. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Промокодик будет в описании. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok